Мечты сбываются и не обязательно взрослеть! Это видео на канале ведроком и если вы давно на нас подписаны, то наверняка знаете, что иногда мы делаем видео на вот такие крутые детские автомобили и даем возможность нашим юным обзорчикам протестировать их. Сегодня мы расскажем сразу про две модели. Это внедорожник Хеннесс Брун Т870 и спорткар Хеннесс Брун F830. Страна-производитель Южная Корея. Давиду, как он и хотел, достался внедорожник Брун Т870 и выпала возможность погонять вне асфальта. Внешне Т870 похож на что-то среднее между Хаммером, Фордом F-150 Raptor и космическим кораблем. У него высокий клиренс и самое главное, это внедорожник с системой постоянного полного привода 4 на 4. А Варваре достался спорткар Брун F830 и ей казалось, что она лихачит на треке с невероятной максимальной скоростью – 8 км в час. Несмотря на то, что F830 спорткар, он тоже демонстрирует отличные внедорожные качества. Кузов и того и того авто изготовлен из качественного экопластика, он не выгорает на солнце. Сборка добротная, понравилась проработка деталей. Производитель Хэна сделает максимум, чтобы детские авто были похожи на настоящие машины и своим очертанием и всевозможными элементами. Капот, багажник и двери – все функционирует. А также здесь мощная LED-оптика, передние фары, задние фары, поворотники и габаритные огни. Подвеска независимая с пневмоамортизацией. Она делает езду комфортнее, но вес ребенка при этом должен быть не менее 10 кг. Шины резина, пена полиуретана. Они подобны колесам настоящих авто, поэтому эти машинки не такие шумные, как большинство на пластмассовых колесах. Диски спицевые. На каждом колесе установлены подшипники, которые обеспечивают более плавное вращение колес. В салоне мягкое кресло с боковой поддержкой. Сидения сделаны специально для детей и рассчитаны на формирование правильной осанки. Руль с электронным усилителем. Машина поворачивает легко и плавно. Так что даже вот такие шкеты, как наши, быстро научатся с ней справляться. А те, кто постарше, так вообще будут лихачить. И ничего себе! Электромобили оснащены встроенным бортовым компьютером на Android с 7-дюймовым дисплеем. На нем отображается вся актуальная информация, режимы езды, а это комфорт, нормал и дайнэмик, уровень зарядки аккумулятора, скорость движения, активированные опции, а также при помощи встроенных датчиков на дисплей выводится температура двигателей, текущее энергопотребление, запас хода в рамках одной подзарядки и производится диагностика поломок. Конечно же можно включить музыку, которая будет выводиться через достаточно громкие колонки авто. А когда есть Wi-Fi, на планшете можно смотреть видео, серфить в интернете и играть в игры. И у спорткара, и у внедорожника по два электромотора. У первого на 12 вольт, у второго на 24, а разгоняются они уже на упомянутые 8 км в час. Разгоняются машины легко и плавно, также и тормозят благодаря настоящим дисковым тормозам. Коробка передач электронная, пятиступенчатая, запас хода 10-15 км или примерно час-полтора езды. Так как иногда наши двух-трехлетние тест-пилоты пытались полихачить и удрать, мы брали управление в свои руки. Здесь есть вот такой пульт управление с Bluetooth 4.0. С помощью него можно контролировать скорость, направление, поворачивать и тормозить. Радиус действия около 30 метров. Пульт будет оповещать вибрации, если машина выйдет из зоны радиосигнала. Также, если сигнал будет прерван, произойдет автоматическая остановка машины. Так что эта игрушка не только для детей и поуправлять такими машинками удовольствие и для взрослых. А когда есть две машинки, можно устроить гонки. Ну что, вам понравились машинки? Да! Это был обзор детских электрокаров на канале Ведро Ком. Всем пока! Всем пока! Всем пока! Подписывайтесь на канал!